Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня видео, которое я еще ни разу не снимала, это покупки из магазина Метро. Я была там очень-очень давно, даже сначала не знала, куда сувать эту карточку. Мне моя сестра отдала свою карточку, и я пошла с этой карточкой. А на самом деле оказалось, что в этот день еще и день открытых дверей, и всем желающим раздают карточки. Так что я взяла карточку еще для себя, и взяла для своего брата. По ней просто нужно зарегистрироваться там и ходить без проблем. В общем, я такая радостная. А почему я пошла в Метро? На самом деле у меня было две цели, почему я туда пошла. Это за сиропами для кофе и за одноразовыми стаканчиками с крышками. Казалось бы, у нас есть Ашан и другие магазины, но везде, где я была, честно говоря, я не находила полноценные, вот нормальные стаканы, чтобы они были не маленькие, не огромные. А вот 0,3, самое то, потому что 0,2 маленькие, 0,4 огромные. И плюс еще, ну вот, просто черный я взяла, да, просто черный стаканчик. И крышки. Там огромнейшее количество крышек. Я взяла крышки, они идут от 0,3 до 0,5 идеально. В общем, я уже померила, все замечательно. Стаканы стоят по 177 рублей, и здесь, я так понимаю, 50 штук. А крышек, блин, так крышек мне надолго хватит. Тут больше крышек 100 штук. Надо было две пачки брать. Ну ладно, может быть, другие цвета завезут еще. Это, кстати, 0,3, единственное, которое мне понравилось. Черный, просто черный стаканчик. Можно наклейки какие-то клеить. Или купить белый фломастер. Бывает, должен быть белый фломастер. Чего-нибудь писать себе утром, доброе утро, там и так далее. И, в общем, ходить. На самом деле, я просто делаю все время кофе утром себе. Это я без него просто не встаю. И все время, когда я малого отвожу в садик, и еще такая, знаете, два глотка выпила, и не пойду же я с кружкой, а у меня нет вот стаканов там с собой носить. Или бывает, срочно нужно куда-то поехать. И мне бы просто перелить стаканчик и взять с собой. Я иногда из-за кофе делаю такие круголя. И опаздываю на 10-20 минут. Мне это надоело. Нигде не могла встретить. В метро есть огромнейший выбор. Крышки стоят 184 рубля. Так что все вместе. Это вышло мне где-то 350 рублей. Вполне себе нормально. Я намного больше сэкономлю, чтобы не делать круголя за кофем. Туда или туда. Мне же не везде еще кофе нравится. Самый идеальный кофе это делаю я. Я вам как-нибудь расскажу рецептик. Хотя я уже где-то показывала. Ну, напомню. Сейчас теперь у меня сиропы вообще. Я еще собираюсь взять себе капучинатор. Поэтому у меня все будет вообще здесь. У меня будет уголок кофемана. Самое сложное, что я нигде не могла найти, это вот такие сиропы, которые я, в принципе, видела. Они одной фирмы там только продаются. Но тем не менее продаются. Потому что в Ашане вот такая вот пиндюрочка какая-то. Вот такая. И она уже закончилась. С миндалем. Один единственный вкус. Маленькая бутылочка, она стоила там 400 рублей, что ли. Я была в шоке. И мне все говорили, в метро есть. В метро есть. Не много, но есть. У них, конечно, очень много разных фирм. И там невероятно есть. Там, знаете, я люблю пирог какой-то яблочный. Потом орех макадамия. Вкус очень классный. Всякие там пай и так далее. Но здесь более такие классические, клубничные. Есть необычные. Вот я некоторые взяла. И я их буду пробовать. А там, если что, еще возьму. Мне рассказывали, что эти сиропы, они очень дорогие. Вот смотрите, я взяла какой вкус, кстати. Миндаль. Вкус миндаля. Что тут написано? Со вкусом миндаля. Со вкусом зеленого банана. Ну, я думаю, просто банана. Очень вкусно, кстати, с бананом. Кофе. И взяла еще дыни. Со вкусом дыни. И мне говорили, что сиропы эти там стоят 650-700 оптом. Я такая думаю, ну, блин, дороговато. Но я все равно готова купить. Когда я пришла, я увидела, что они в розницу стоят 350 рублей. Сейчас посмотрю. Сироп, вот, да. Зеленый банан. 349 рублей. Это розница. А если брать оптом, ну, там оптом, видите, я разные вкусы взяла. Там от трех штук уже по 250, а не где-то, рублей. Но там нужно было одного вкуса брать. Вот если бы я взяла одного вкуса, вот такой дыни, то мне было бы по 250 рублей. Но ничего страшного. Я должна попробовать выявить любимые вкусы. Давайте я сейчас вместе с вами попробую эти... В принципе, по тому, как вот открыть и попробовать, уже можно понять, ну, классно или нет. Жалко, что нельзя там же открыть и проверить. Так. Ага, все, миндаль, да? Миндаль, вот, все, прям пахнет миндалем. Все, вот это я люблю аромат для кофе. Я люблю миндаль. Дальше банан. Зеленый банан. Откроем, понюхаем. Ну, я думаю, что он пахнет просто бананом. Обычным. Реально можно было вот эти крышки открыть. Они вот прям легко открываются. Да, они прям открыты, они не щелкают нигде. И прям понюхать. Вау, это что? Дыня. Это, наверное, моя любимая будет. Слушайте, бананчик тоже вкусный. Прям они все такие разные у меня. Ну, все, можно тогда не открывать вообще. Получается, я понюхала вообще не открывая вот эти два. Только один открыла, миндаль. Ну, аромат прям классный. Короче, я довольна то, что я купила. Все. Мне кажется, я скуплю там все. Но я пойду и вот так понюхаю. Вот так открою и понюхаю. Не открываю. Оно здесь запечатанное. Я думаю, что ничего страшного не будет, да? Зато хоть примерный аромат. Вот, оно здесь запечатано, видите? То есть, это надо отпечатать, открыть. А крышка, она никак не щелкает, когда открывается. Значит, просто можно открыть, понюхать. Класс. Класс. Вот такой вот у меня теперь уголочек гурмей кофейного. Вот они мои все сиропы. Три. Будет больше обязательно. Но я думаю, что уже это будет на новой квартире. Там будет прям реально целый угол. И оно все будет у меня. Вот кофемашина моя. И чайничек. Все будет в одном уголочке лежать. Все. Вот это все. Корица. Вот, смотрите. Это я в Фаберлик купила такую штучку. Здесь, смотрите, какая сеточка. Опа. И корица. Короче, у меня все. Все, с чем хочешь. Как в кафе. Витаминчик Д. Деньки каждый день даю. И самой надо. Сама забываю. Помимо этого, я, конечно же, не прошла мимо самого кофе. Обычно мы с мамой берем черная карта, молотый, средний обжарки. И, в принципе, он прям классик. Все как надо. Все замечательно. Прям туда можно корицы добавить, сироп какой-то. И все супер-пупер. Но также я люблю кофе с какими-то добавками. И так пахло. У нас вот прям вот в этом проходе, где кофе продается, так пахло. Вот, знаете, то, что я беру вот в кофемании, да, там. Но у них, извините, у них там самое дешевое. Это за 100 грамм 390 рублей. А в метро были скидки. И я себе взяла, представьте, 250 грамм. Да? 200 грамм. Вот здесь 200 грамм. За 219 рублей. Или за 209. Ну, короче, 200 с копейками. И вот это тоже 200 с копейками. Вельвет. Это made in Germany. А здесь написано Нидерланды. Два этих кофе были со скидками. Ну, естественно, аромат там был с чего-то нотками. Я начала сзади читать. Я везде беру арабику, потому что я люблю мягкий кофе. Это арабика. И еще я люблю средние прожарки. Здесь вот у нас в Today, да? Blend номер 8. Premium, Today. Все супер. 200 грамм. Получается 100 рублей за 100 грамм. Это очень, на самом деле, дешево. По сравнению, если брать вот в таких специализированных, какие-то ароматические кофе. Бленд из спелых кофейных ягод арабики, произрастающих в Центральной Южной Америке с мягким сбалансированным вкусом, сладкими нотами лесного ореха и бархатным послевкусием. Вот я молодец, что лесной орех не взяла. Взяла миндаль, потому что лесной орех уже здесь. С вами хотела открыть и понюхать. Потому что я все равно буду это все распределять по баночкам. Мне с баночек удобно это. А баночки я брала в фикс-прайсе, кстати, кругленькие. Покажу вам потом. Слушайте, ну прям лесного ореха так не чувствуется, что прям супер, да? Он как и классический. Я думала, будет, знаете, сильный такой аромат, прям вкусненький, что туда не захочется добавлять сироп. Но, в принципе, достаточно классический. Я не слышу прям нот каких-то очевидных. Так что мне нравится. Аромат классный. Так, оставлю это так. У меня одна свободная баночка. Сейчас я решу, что сюда пересыплю. И второе. Это у нас тоже вот такой вот за 200 с чем-то рублей. Здесь было написано самый волнующий, элегантный бленд от Egoist. Насыщенный, восхитительный вкус с глубокими винными нотами и нежным фруктовым послевкусием. Обжарен до цвета молочного шоколада в потоках горячего воздуха, не соприкасаясь с барабаном. Вы представляете? Это какие-то, ну реально, фанаты кофе. Там не столько методов всяких обжарки. Давайте тоже понюхаем. Ооо, у этого более вкусный аромат. Более мягкий. Слушайте. Вот, я его сюда в коробочку затащу. Ай, прям мягкий аромат. Класс. Запомните. Вельвет. Эгоист Вельвет. Для того, чтобы свой аромат кофе сохранял как можно дольше, его нужно в плотно закрытом держать в контейнере. И мне так нравится, на самом деле, вот в этих баночках. Так приятно брать, открывать. Вот оно стоит у меня. И класс. Я открываю. У меня сразу аромат такой. Ложечкой удобно брать. Ой, мягкие. Я потом выберу вообще. Там еще очень много было всяких. Я буду выбирать все-таки. И посоветуйте мне в комментариях, девочки. Вот вы поняли, да, какой кофе я хочу. Я хочу с какими-то нотками. То есть для меня классический черная карта. Мне нравится, я довольна. Но я, бывает, люблю какие-то брать, знаете, смеси, чтобы там были лесные ягоды или какие-то нотки фруктовые или может что-то молочное. Вот если вы такой молотый кофе пьете, любите, то советуйте мне, пожалуйста, название и вот, ну, чтобы я точно знала. Либо в Инстаграм пишите, если удобно, да, либо в комментариях название оставляйте. Я присмотрюсь. Вот, смотрите, насколько очевидна разница. Вот этот вот, это который Today, а вот это вот Velvet Egoist, да. Тут более сильная прожарка идет, темный такой, да. Он и пахнет примерно так. А этот более мягкий, как я вам и сказала, да. Ну, походу, вот этот будет любимый мой. Надо будет еще тестить другие. Давайте еще пройдемся по еде, что я купила. Ну, в принципе, это, вы знаете, все. Я вот вообще не люблю, честно говоря, соки пить. И одно время я их вообще не пила, потому что у меня болел желудок. А сейчас что-то снова подсело, потому что бывает такая жара, реально, я сейчас вот зашла домой, меня аж там, пока я вытаскивал эти сумки, меня аж так припекло, аж больно было. Вот. И я взяла себе, смотрите, из новенького чего-то, что я еще не пробовала. Рубиновый апельсин, что-то я не помню такое. Он, короче, красный апельсин. Я сначала думала, что это грейпфрут. Грейпфрут не люблю, он для меня горковатый. А вот рубиновый апельсин прикольно. Вообще апельсин люблю. Утонченная вишня. Это вот я взяла Рич. Мне нравится. И еще мне нравится вот такой мандарин. Это я. И мандарин и апельсин. Он, короче, более сладкий. Он похож на апельсиновый сок, но он чуть более сладкий. Я вообще мандарин люблю. И, в принципе, вот дела. Сейчас поставлю в холодильник, охлажу и буду наслаждаться. У меня еще есть фикс прайса. Стакан холодный лежит в морозилке. Арбузик такой. Наливаешь туда, долго держится холод. Красота. Вообще никуда выходить не хочется в такую жару. Все дома есть. Утром кофе, днем там с вкусняшками, сок, вечером. Так, ну это ганноверские сосиски я все время беру. То есть мне с картошкой, с макарончиками, если готовить лень. А мне всегда лень готовить. И еще недавно мы были в кафе с моим братом и с его женой. И с детьми нашими. И там попробовала я колбаски. Куриные колбаски, правда. Блин, они были такие вкусные. Просто я ела и не могла поверить. Боже, что за вкус, что за вкус. А мне Виталька говорит, что в принципе вот эти колбаски, они все вкусные, все вкусно готовят. Но вот когда я зашла в морозилку, там было так холодно и замерзло, не заболеть бы мне. И первое, что я увидела, вот такие маленькие колбаски. Вот я их попробую и уже в этом видео вам скажу, как они со вкусом бекона. Я не поняла, что значит копченый бекон. Что значит со вкусом бекона? Типа это не бекон. Вообще это свинина вот здесь вот у нас. Колбаски кельнские. И стоят они всего 159 рублей. Их здесь, ой, они там еще раз, 11 штук. Короче, я сейчас хочу есть, я голодная на самом деле. Сейчас я приготовлю, посмотрю как. И вам здесь уже скажу, вот прям тот самый вкус или нет. Хотя те были куриные, но я свиные тоже пробовала и у сестры пробовала. Мне очень прям они понравились. Мне кажется, это прям вот прям класс. Взяла еще вот такие вот вешалки, плечики. У меня, почему я, ну как бы там решила взять, здесь 5 штук, 169 рублей стоят. Они силиконовые, с них не падает. Просто я еще почему не беру в фикс прайсе там, да, и где-то, они в основном цветные. Вот так вот белых я не встречала. А у меня как раз такие вообще вешалки, они все у меня из Икеи, все такие беленькие. Мне прям кайфую, когда одинаковые они. Самые дешевые беру, там беленькие, они аккуратненькие, тоненькие, классные. Но бывает, если широкий вот так вот вырез широкий у маечки, то бывает спадает и прям силикон нужен-нужен. А у меня старые синие, фикс прайсовские, мне уже не кайф. Я взяла вот такие беленькие. Сейчас посмотрю, как они будут смотреться, пишутся в интерьер моих вешалок. Если будет очень круто, то я возьму еще. И там идет от трех штук тоже скидка, уже намного дешевле получается. Так 169, а так, ну, не помню, но, блин, дешевле, рублей на 50, по-моему, даже. Так что, крутянские вот такие, вот силиконовенькие. Силиконовенькие вешалки. И еще со скидкой, смотрите, что я взяла. L'Oreal L'Sef двойной эликсир. Очень многие, кстати, хвалят этот L'Sef. И у меня есть шампунь L'Sef, мне очень нравится. 6 масел, это у них серия там такая. И еще я почему взяла, потому что была скидка 269 рублей. Стоил вот такой вот. Хотя я не знаю, иногда я там читаю, мне кажется, что там скидка. Прихожу, а там нет скидки. Как, например, я думала, что я три сиропа беру, они будут мне со скидкой по 260 рублей. А она говорит, что один штрих-код. В общем, надо внимательнее все читать. Здесь мне понравилось еще L'Sef, что он реально там немножко с маслом, да, он такой двухфазный. И еще я успела его, естественно, понюхать. Я всегда раскрываю вот так вот флаконы. Не знаю, делаете вы это или нет. И очень классный, сладенький аромат. Для меня очень важно, чем волосы свои брызгать после душа. И аромат должен быть. Если плохой аромат, вот я, кстати, купила как-то брызгалку Олин, ну такой отвратительный аромат. Мне прям, знаете, я все, что угодно на себя намажу, только лишний раз Олин не хочется брать. И пользуюсь им исключительно, потому что, ну вроде хорошая фирма, у них краски хорошие, не вредят волосам там и так далее. Но запах просто отвратный. Поэтому я взяла Эльсеф, искала вообще Невея свой любимый, но его нигде не могу найти. Говорят, на озоне посмотреть надо. Ну, в общем, посмотрим. Пока я взяла Эльсеф, мне показалось, что он как раз-таки будет очень хорошо после него расчесываться. Ну и главное, запах. Мгновенное питание волос, легкое расчесывание, защита от сухости. Ну, в принципе, то, что мне надо. Не смывать, без утяжеления, нуждающихся в питании. Мои особенно нуждаются в питании. Сейчас волосики. Вот, в принципе, и все покупочки, которые были в метро. И я потратила на все это 3000 рублей. Представляете? Так я еще вообще, ну я считаю, ничего не взяла, на самом деле. Я в шоке. Там еще игрушки были на пульте. Недавно мы гуляли с пацаном, с Денькой. И он увидел игрушку у кого-то там на пульте. А там есть мальчик Андрюша, который всегда с нами делится. И он прямо бежит к нему, дает ему этот пульт на игра. И Денька, блин, ему ничего не надо. Он с этим пультом гоняет. Эта машинка ездит. Они за ней бегают. Я поняла, что моему малому на день рождения будет машинка с пультом. Надо, в общем, еще поискать какую-нибудь хорошую, неубиваемую, потому что они ее кидают, прыгают на ней. Поэтому нужно какую-то крепкую машинку. И там были машинки в метро. В общем, за 3000 была классная, большая, такая с большими колесами. с пультом таким большим. Были поменьше, по 1700, по 1900. В общем, посмотрим. Я даже думаю, может быть, раньше его дня рождения купить ему этот подарок, потому что у него в конце сентября, пока хорошая погода, надо, чтобы он гонял с этой машинкой. В общем, все, мои хорошие. Метро мне понравился. Я теперь буду туда захваживать. Тем более, это на моем районе метро есть. Мне не нужно ехать куда-то там, на северный или на западный. У нас есть метро прямо вот на границе Ростова и Окса. Я, в принципе, не так далеко живу, у меня Первомайский. Первомайский, пролетарский район, и это мои. Я считаю, что все, что в этих районах, это все рядом со мной. Десять минут езды в одну сторону, в другую, в общем, быстро. Поэтому будут покупочки из метро еще, особенно, если я захочу затариться так, как следует. Хотя я не затариваюсь особенно, да, у меня очень много еды пропадает все время, поэтому. Я еще не поняла, честно говоря, насколько выгодно туда ходить, чтобы именно там все покупать, но знаю точно, что вот этого и вот этого я больше нигде не куплю нормального, как только там. Поэтому уже за этим я буду туда приходить. Но еще мне понравилось, что у них есть там акции, вот это вот цены пополам, там ломаем цены, что-то такое. И прям, ну, совсем дешево я кофе купила. Поэтому одобряемся. Все, сейчас пойду готовить колбаски. Все, с вами прощаюсь, понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк, пожалуйста. Посоветуйте мне в комментариях, что можно купить в метро, что покупаете именно вы. То, что есть только в метро и нету нигде. И вы прям это покупаете, классная цена. Вот прям, вот посоветуйте мне, кстати, кстати, еще там я увидела, что вот в Икеа беру я тортики вот эти. Я езжу все время в Икеа, черт знает куда, за этими тортами. Там только маленькие продаются. Сейчас увидела, что в метро продаются и маленькие, и миндальные, и шоколадные, и еще продаются вот такие большие, а ниже, понимаете? То есть, у них там разные фирмы, причем хорошие фирмы, потому что икеевская, да, вот фирма, у них продукты, у них очень классные они. Поэтому теперь, там очень много заморозки такое, которое, знаете, оттаиваешь и все, подогреваешь, там очень вкусности много разных. Конечно, они и цены, я смотрю, такие немаленькие, но тем не менее. Все, мои хорошие, лайки, подписка. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok